это коллеги рад вас приветствовать на канале веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске давайте мы с вами обсудим такую тему как же измерять технические требования как вы видите здесь их достаточно много то есть так сказать на коленке до в отсутствие специальных приспособлений да то есть как измерить правильно и убедиться в том что вы это сделали действительно так как а вот требует данная конструкторская документация итак давайте для начала выделим наши технические требования да то есть что это за требование как и не выглядит вот это технические требования это параллельность поверхности до соосность радиальное объявление снова параллельность к это допуск расположения допуск расположения отверстий и так давайте разберемся вообще для контроля этих всех параметров в идеале было бы иметь под рукой примеру измерительную машину но измерительной машины как известно практически сложно найти а если вы найдете тунефакс она будет поверена будет оснащена определенными приспособлениями и так давайте начнем к примеру с вот этой вот параллельность и так давайте все остальное мы уберем оставим только параллельность 1 и параллельность бой и параллельность рая обратите внимание коллеги что параллельность задано здесь от базы г и здесь тоже задано от базы г база г базовая поверхность это вот вот она соответственно вот этот торец он должен быть на туризм он должен быть параллелен вот этому торцу так и вот этому торцу также измерить такую параллельность без всяких специальных приспособлений очень-очень просто смотрите ну вот условно чертим вашу деталь это очень условно почему я делаю именно такой чертеж да по эскизе посмотрите вот эта поверхность это вот она да вот эта поверхность это вот она хотя вот отдельно здесь красненький вот эти поверхности должны быть параллельны эти красные которыми отвечают они должны быть параллельны как это проверяется переводь контрольную плиту а вот давайте каким цветом черт берете контрольную плиту кладете вашу детальку на эту плиту так положили и соответственно у вас вот эта поверхность уже идет как базовая и не пугайтесь что у вас база задана здесь хотя по-хорошему конструктор бы если бы понимал как выполняется измерение базу бы сделала вот здесь да то есть туда бы сделал базовую разницы нет конечно но было бы удобней так пониманию вы кладете детальку сюда берете рейсмас до рейсмас так ставите его да тоже эту плиту вот пошедет анген рейсмас и здесь у вас будет здесь идет индикаторная головка соответственно вы его пускаете подводите индикаторную головку и выставляете в ноль здесь у вас индикатор вы ставите в ноль и дальше смещаете вот сюда в этом направлении штанген рейсмас то есть доезжаете до сюда и отклонения соответственно должны быть в пределах вот этих вот указанных 0025 либо 0012 тоже самое проделывайте и с верхней поверхностью поворачиваете деталь на какой-то угол снова про и проезжаете и получается определенное значение вот так можно измерить параллельность достаточно просто и это будет в том числе это будет правильно поехали дальше у нас еще есть параметр который называется радиальное биение вот она радиальное биение как увидите у нас идеальное биение задается вот этой вот хитрой поверхности вот это вот хитрой поверхности надо на биение здесь конечно очень сложно подобраться к этой поверхности и соответственно измерить это биение есть два способа как можно измерять такого плана биение берете первый способ берете призму ну давайте для начала для начала изобразим так берете эту призму вот так она будет стоять призму ваших так здесь неудобно маленький очень как сказать поясок естественно если мы посмотрим отсюда то вид допустим а да вот вот сюда будет вас видят ну вот будет идти ваша деталь вот будет идти призму и будет вот это вот диаметр вот он будет так вот лежать вот в этой вот призме ну дальше естественно будет идти больший диаметр тогда потом самый большой диаметр но вы поняли сюда прижимаете можно рукой просто прижимаете крик призме начинаете вращать перед этим сюда устанавливается индикаторная головка ласвер наверное такой вода пик пик установили здесь выставили в ноль или от какой-то определенной единицы но опять же здесь какое-то крепление до штанген рейсмас примеру или какая-то обычная головка как вам будет а стойка для вернее обычной индикаторной головки как уже вам будет удобно так поставили и вращаете вращается вращается руками аккуратно вращается и получаете от этой вот базы потому что я не зря от этой поверхности заму что база б вот эта база это вот этой диаметр 55 видите вот база б получаете какой-то параметр конечно эта поверхность достаточно маленькая будет постоянно вот сюда вот пытаться кульнуться деталь будет немножко неудобно но на черный день как говорится можно измерить и так но есть еще вариант вы можете вообще просто зажать это все 3 кулачковом патроне на токарном станке предварительно кулачки нужно пыльнуть можно зажать зажать какой-то контрольное кольцо и посмотреть какое биение кулачки зажимают эту деталь ставите индикатор так и включается медленное медленное вращение или в крайнем случае если это станок какой-то универсальный можно просто даже пиндель просто повращать и замерить это радиальное биение вот так в принципе нехитро да можно измерить и такой даже вроде бы с первого взгляда сложный параметр так измерили конечно вы спросите а как и вообще если приспособление приспособление будет что-то типа тоже 3 кулачкового патрона или же будет какая-то втулка такая вода точная куда будет вставляться эта деталь когда то есть это будет скорее всего деталь будет вот так стоять это втулочка будет вот так и здесь какой-то будет тоже 5 подвод чтобы измерить радиальное биение опять какой-то будет индикатор ну какой-то должен быть конечно измерительный прибор так что касается соосности соосность задана относительная к так это вот этот улиц давайте старинки уже выделим как у нас есть это вот сейчас мы измеряем соосность поверхностей да и это соответственно будет база б и база г здесь я вам скажу так друзья вообще очень странно когда задают соосность именно соосность относительно торсовой поверхность ну проще было бы задать допустим от базы б и было бы уже в принципе все вполне понятно вот принцип тот же либо ставим в призвы так и уже индикатор ставим на эту поверхность от которой у нас задано задано именно соосность и измеряем несколько измерений делаем да и смотрим насколько наши детали наши поверхности соосно либо это измерение на контрольной измерительной машине то зажимаем заодно опять же поверхность и индикаторным щупом вернее щупом индикаторным а просто щупом касаемся в нескольких точках строим одну окружность то есть это диаметр 82 да у нас идет вот это задано соосность и диаметр 55 то есть вы строите сначала одну окружность и потом строите роль и находите ось одной окружности и насколько она смещена относительно оси вот это вот расстояние этой будет погрешность вашей соосность сделали что касается позиционирование то тут друзья скажу вам так можно измерять по хордам да то есть брать измерять отверстия да потом брать штанги измерять вот эти вот расстояние это будет не совсем так сказать логично да вот это вот позиционирование допуск позиционирование отверстий да конечно он отлично измеряется на координатной измерительной машине то есть вы можете посмотреть либо в крайнем случае делают такие вот калибры на то сидит калибр и там такие вот идут сферические пальцы которые отшлифованы в сборе и идеально подходят вот под эти все параметры и вы этот калибр просто сюда вставляете то есть вот идет уже ваша деталька так вы в нее вставляете калибр и если калибр входе значит ваше допуск позиционирования выдержанности калибр не входит то соответственно он не выдержал вот такие дела если остались вопросы друзья обязательно пишите в комментарии все их читаю и с вами люблю пообщаться до новых встреч всем добра пока пока